Псковская лента новостей представляет Здравствуйте! 26 марта практически в 100 городах России прошел антикоррупционный митинг. Псков не остался в стороне и сейчас мы расскажем, как митинг проходил в нашем городе. И мы победим! По каким соображениям вы сегодня вышли на митинг? Ну я сегодня вышел против коррупции. Сказать, что хватит, надоело это терпеть уже. Я пришел показать себя, посмотреть на других. Вообще пришел посмотреть, сколько народ соберется вовскость. Я хотел показать, выразить свое недовольство нынешней ситуации в стране. Товарищ премьер наш и президент, они немножко должны остановиться. Ребята-то они неплохие, но нужно как-то их немножко тормозить. Вы их сегодня тормозите, да? Да, мы их немножко тормозим, чтобы они обратили на нас внимание. Я считаю, что они должны знать о том, что есть они согласные, есть люди с альтернативой мнением, и они должны нас уважать. Я, допустим, сижу в интернете и не знаю, сколько людей у нас вовскою против коррупции. Вот кого возмутил еще Медведев. С кем не говорю, никто не знает, никто не знает. А вот тут я вот выхожу, и вот все уже посмотрели, все понимают, что в стране воруют, что все плохо. Вышел поддержать само движение, народ, который после этого выступает, и, безусловно, Навального, который все это организовал. А что вы вообще про Навального можете сказать? Что вы про него знаете? Я догоню про Навального. Я даже не знаю, как его зовут, вот честно. У него есть свой канал на Ютубе, и он туда довольно частенько запиливает видосики. И уже на протяжении длительного времени он борется с коррупцией. Смелый человек, который, несмотря на прессинг, несмотря на то, что вся страна думает, что Навальный вор, а это неправда, мы знаем, вот, он все равно борется. А откуда вы знаете, что это неправда? Мы документы читаем. Я представляю Навального именно как борцом с коррупцией, как лицо, вскрывающее нарывы нашего общества. На данный момент он может организовать что-то. Смогу я, меня Михаил зовут, запомните. Хватать без разбора людей только за то, что они проявляют инакомыслие, это преступление против собственного народа. Мы охраняем общественный порядок, пока без нарушений. Все хорошо, да? У нас всегда все хорошо. Задержание со стороны полиции, это просто-напросто спровоцирует людей на более мощное изъявление своего недовольства. А чего хотите добиться с сегодняшним митингом? Хотелось бы услышать ответ от власти, во-первых. Хочу, чтобы у нас прекратились эти безумные тарифы, поборы. Коротко, Димон пусть разуется немножко, и походит в наших ботинках. Я хочу, чтобы нас просто заметили. Зачем? Чтобы с нами считались, чтобы с нашим мнением считались и принимали нас в расчет. Хотелось бы узнать, что вообще власть хочет нам сказать по этому вопросу. Пока что власть вообще ничего не хочет говорить. Власть, к сожалению, вообще ничего не говорит, соответственно, мы ничего не получаем. И остается только митинговать, я не знаю, собираться все вместе. Никто не подает в суд за клевету. То есть получается, что то, что было показано в фильме Навального, это правда. Что можно сделать в России, чтобы искоренить коррупцию? Ну, во-первых, надо разговаривать об этом. Потому что что у нас деньги любят тишину. То есть как только все заговорят об этом, ну, станет тяжелее, знаете, там, туда-сюда денежку. И поэтому... Надо, значит, главных коррупционеров в Кремле поменять. На кого? Начинать с них. На кого? Поверьте, значит, вот почему-то в Америке даже... Вы сегодня вышли, вы, получается, поддерживаете Навального, да? Нет, я к Навальному негативно отношусь. Я не поддерживаю Навального, я поддерживаю идею, что мы должны заявить о себе люди обычные. А будете с ним голосовать в 2018 году? Тяжело сказать. Если выданут, конечно, проголосую. Нет. Почему? Потому что он не патриот. Скорее всего, да. Потому что других кандидатов я вообще не вижу. А вы какую-то его предвыборную кампанию знаете уже? Ну, сейчас вот начал смотреть ролики на Ютьюбе. Более-менее. Больше так нет. Мы знали Медведева до того, как он был нам назначен. Мы знали Путина, до того, как он был нам назначен. А я считаю, что любой, кто придет другой, будет лучше. Здравствуйте. Скажите, что у вас за митинг сегодня здесь? За что стоите? Услышали, что сегодня проходят митинги антикоррупционные по всей России? А у вас кто-нибудь вообще разговаривает здесь, нет? Что у вас за митинг сегодня здесь проходит? Сегодня у нас проходит мероприятие за здоровый образ жизни. Почему именно сегодня вы решили провести митинг за здоровый образ жизни? Потому что сегодня День здоровья, и в некоторых странах его отмечают. У нас со спортом все не очень хорошо. А с коррупцией? А с коррупцией тоже вообще не очень хорошо. Как искоренить коррупцию? Ну, ладненько, спасибо. Очень хорошо поговорили. Как считаете, почему молодая гвардия такая неразговорчивая? Они все угрюмые. Видимо, им нечего сказать про спорт, ничего. Раз они решили устроить митинг случайно, наверное, очень случайно, в то же время, в которое устраивался митинг против коррупции. Наша власть скоро станет настоящим преступником, если она боится правды, разгоняя тех, кто выступает против коррупции. Я хочу передать привет Димону, сказать, я здесь, я все знаю, я все вижу. Спасибо. Андрей Буянов, Антон Иванов. Специально для ПЛМ. Продолжение следует...